Значит, ко мне обратился представитель телеканала «Аль-Джазира» с просьбой показать трупы россиян. Если они, то много разговоров идет про то, что есть они или нет. Я связался с ополномоченными лицами Министерства обороны, связал телеканал «Аль-Джазира», телеканал «СНН» и ряд других телеканалов. И им были показаны рефражераторы, в которых находятся более 200 трупов российских солдат. Вот это те трупы, которые были найдены в Киевской области, в Черниговской области и связаны в Киев. Мы их храним в рефрижераторах для того, чтобы отдать эти тела, когда Россию их запросят. Но Россия переговоры по телам своих солдат не ведет и пока не запрашивает тела своих солдат. Хотя есть масса матерей, отцов, которые хотели бы похоронить своих сыновей. Можно сказать, что им повезло, потому что очень много тел русских солдат никогда не сможет быть найдено. Потому что они были просто растерты в порошок или сгорели до тла во время ударов по танкам, БМП. Когда взрывается боезапас в танке, там ничего не остается от того, кто там был. Или когда падает самолет или вертолет и так далее. Поэтому уверен, что наше правительство передаст России, если они запросят тела солдат. Мы с мертвыми не воюем. В отличие от русских, которые бомбят, продолжают бомбить Азовскую сталь, на которой есть огромное количество тел погибших гражданских лиц, наших воинов. И они бросают уже бомбы на те места, где лежат даже тела погибших. Они воюют с мертвыми. Спасибо. Спасибо.